Из книги «Открытым оком» шестой том, тема Лапкин книги «Вопрос 1596». Чем было вызвано ваше намерение издать эти четыре объемные книги «Вопросы и ответы» «Открытым оком»? 752 страницы в каждый том. Что послужило отправной точкой? Было ли что-то подобное кем-то еще до вас издано в православии? Поставили ли вы точку в этих вопросах, или они еще будут освещаться в других ваших книгах? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Определенного плана не было, но, как и всегда, сама жизнь подсказала необходимость обратиться к данному сюжету. Однако, одно дело, что мне в университетах, где я вел занятия много лет в тюрьмах, в милиции, на радио, где также проводил передачи религиозные, поступали тысячи вопросов. Так бы и лежали эти вопросы на бумажках, мертвым хламом, целлофановых мешочках. Но вот в руки мне стали выпадать книги разных священников, как Архимандрита, Амбросия, Юрасова, отвечающих на вопросы. Я не просто читал их, но все, как и всегда, сравниваю, соответствую для этого священного писания. И увидел, что идет беззастенчивый обман простодушных, слепотствующих, обманщиками, кандидатами мирских наук, прясав широкими рукавами. Они напропалую лгут людям, и люди им верят. А верить-то им никак нельзя, потому что Слово Божие запрещает верить таким, чье движение языка и мысли противоречит Библии. Заглянули в интернет, а там, в кавычках, мать родная, такой кавардак, такие ответы, что пора, в кавычках, караул кричать. Попы-то совсем неверующие, а народ поголовно не образован, и на этом кешат батюшки свои души. Матфея 15, 14. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И яму эту служители кавдила копали более 15 веков, отключая людей от священного писания. Вот по каким сайтам пришлось пройтись и все это проработать. Завет.ру Кире православное чтение Инфрационно-процветительский проект Православная страница Николая Ардобьевского Замелькали ответы протоиерея Евгения Шестуна, священника Денисия Толстого, Иоанна Клименко Иеромонаха Амбросия Ермакова Протоиерея Максима Козлова Священника Афанасия Гумерова Священника Владимира Переслегина Иеромонаха Тихона Шипкунова Иеромонаха Иоа Асафа Галимова Иеромонаха Андриана Пашина Иеромонаха Пимена Саплина и других Ответы очень умные есть и даже в Писанию Это сразу отмечаю, есть у Гумерова ссылки на Библию А у остальных ответы на уровень детей и бабок Где и какую иконочку купить Где Акафис редкому святому добыть Как удачно замуж выйти И грехи плоти продолжать Или творить Связь с неправославными Нарушения постов Всплошь разрешают Иногда впадаешь в искушение Да не может быть Это какие-то шарлатаны Отвечают за подписи священных служителей И вовсе нет таких на свете батюшек Чтобы имели кандидатские и прочие глупости И не знали, что и Слово Божие Которому и нужно обращаться Поп хорохорится, что как будто бы к нему обращаются А люди-то ищут спасение у Бога А Поп перехватил инициативу углумиться над мертвецом 1 Царств 2.3 Не умножайте речей надменных Дерзкие слова до не исходят из уст ваших Ибо Господь есть Бог в ведении И дела у Него взвешены Осия 4.6 Истреблен будет народ мой за недостаток ведения Так как ты отвергнет ведение То и я отвергну тебя от священнодействия предо мною И как ты забыл закон Бога твоего То и я забуду детей твоих Это изгрозный приговор пастырем и пастырем Деяние 17.30 Итак, оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться В чем покаяться В первую голову в этом самом неведении и невежестве Одно то, что с такими вопросами обращаются люди-прихожане Это-то и говорит, что народ слепой Малахия 2.7 Ибо уста священника должны хранить ведение И закона ищут от уст его Потому что он вестник Господа Саваофа Не вестник своей мирской грамоты А вестник, то есть благовестник от имени Господа Саваофа Разве этого стиха не приходилось никому из батюшек читать? Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению Если они не говорят, как это слово То нет в них света 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему Как светильнику сияющему в темном месте Да коли не начнет расцветать день И не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших Думал, кто войдет в пять томов Думал, что войдет в пять томов Но заранее заготовил все для семи книг И, видимо, так и будет Видение блаженного Августина Шумит тридеземный морей и сполин И плещется пеной седою На береге влажном святой Августин Понитнув к земле головою В тяжелом раздумье печально сидел Печально на темные волны глядел Полуденный ветер крепчая играл Сребристой его сединою На пенистый волновый вал набегал Волна разбивалась волною Далеко святой своим духом летал И дум в нем родилось много Он мыслю крылатой постигнуть желал На звездного тайну чертога Густую завесу небес приподнять В трех лицах единого Бога Обнять Но тщетна в нем мысль Как морская волна Встает и опять упадает Все бьется, как узник вакова хана Все глубже светитель вздыхает И видит Склоняясь над пучиной морской Младенец пред ним сидит милый Младенец пред ним сидит милый Как житель небес легкокрылый Он в светлой одежде С ее белизной не мог бы сравняться И снег молодой В очах голубых безмятежность, покой Беспечная радость сияют И русы кудреструистой волной С прелестной головки спадают Он красный отломок коралла держал Прибитый к земле в непогоду И в воду свой малый коралл опускал Выплескивал наберег в воду Все думаю в небе светитель витал Все труд свой ребенок пред ним продолжал Устал ты, малютка, не полно ли шалить? Оставь же пустые затеи Отец мой, я море хочу перелить на землю Скорлупкой своею Безумный младенец Не может обнять наш взор Средиземного моря Не может пучины свободно исковать Людская бессильная воля Одна беспредельность подруга ему Лишь Богу послушно оно одному Лишь он может грозную бурю смирить Песчинка, корабль перед нею Ты ж наберег моря хотел перелить Ничтожной скорлупкой своею Отец мой, я знаю, что полон теперь Пытливый твой дух Где тревожной ты носишься мыслью Но верь же мне, верь Своей скорлупкой ничтожной Я наберег моря скорее перелью Скорее всю землю я им затоплю Чем здесь на земле среди падших людей Ты тайну небес разгадаешь Чем в книге небесной ты мыслю своей Хоть букву одну прочитаешь Исчезло видение Но мнилось звучал В волнах еще голос тот строгий Святитель в ребенке со страхом узнал Посланника вечного Бога И тихо, пустынно все было кругом Лишь море в раздолье привольном своем Сердито гуляя волну за волной Святого ногам прибивала И с рокотом злобным А берег крутой Волну за волной разбивала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова